Муж верующий, жена неверующая. Как им жить вместе? Но чаще всего бывает наоборот. Обычно как раз когда муж верующий, то жена тоже верующая. Если муж правда хороший, то жена вполне естественно идет за мужем. Но бывает как раз по-другому. Жена верующая, а муж неверующий. И пишет апостол Павел, неверующий муж освящается женой верующей, и жена неверующая освящается мужем верующим. Но хочу заметить, что освящается, там корень свят. И речь совсем не идет про то, когда верующая жена возвращается домой и начинает мужу рассказывать, какого-то он плохой, что в храм он не ходит, а какой замечательный батюшка у нас в храме, не то, что ты, а в храме так хорошо, а здесь у нас дома плохо. Понятно, что в этом случае муж не только не освящается женой верующей, а он еще и озлобляется. Он озлобляется и на жену, а что еще более худшее, он озлобляется на церковь Божию. Причем по вине жены. Поэтому, когда кто-то в семье вдруг уверовал в Бога и начал вести христианскую жизнь, то он должен показать своему неверующему супругу, что смотри, вот я был грешником или грешницей, а теперь я стал в храм Божий ходить. Смотри, насколько я стал теперь более нежным, чутким, понимающим, добрым. И тогда человек, увидев эту перемену и правда, возможно, осветится и тоже захочет присоединиться к нашему собранию святых людей. А если мы сами не стремимся к святой жизни, а только начинаем осуждать своих домочадцев за то, что они, дескать, не такие святые, как мы, то не стоит удивляться, что в ответ мы слышим какие-то оскорбительные слова, получаем раздражение и непонимание. Так что, друзья мои, одно дело, когда правда – пример святости, а другое дело, когда мы не показываем никакого примера, но требуем, чтобы нас слушали, как аж великих учителей церкви. И последнее. Когда люди и правда вступили в брак неверующими, а потом кто-то уверовал – это одно. А другое дело, когда, предположим, верующая девушка хочет вступить в брак, встречает неверующего молодого человека и вступает с ним в брак, это уже она идет на свой страх и риск. По той причине, что церковь не рекомендует создавать браки христианам с нехристианами. Не рекомендует. По той причине, что брак строится на единомыслии, а единомыслия у христианина с нехристианином глубокого не получится. Потому что один верует во Христа, а другой даже про него, возможно, ничего и не знает. Так что будьте внимательными, и когда вы вступаете в брак, смотрите не за какими-то вот этими эмоциональными всплесками, которые сегодня есть, а завтра нет, а думайте, что вам с этим человеком, возможно, придется жить где-то лет так 60.